Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на открытии четвертого международного конкурса ансамблей народной музыки и исполнителей на народных инструментах очарования струн певучих. Вот уже на протяжении 15 лет, раз в два года, детская музыкальная школа номер один имени Гельмира Синисала открывает свои двери гостям со всей России и зарубежных стран для проведения нашего конкурса. И для приветственного слова мы приглашаем на сцену директора детской музыкальной школы номер один имени Гельмира Синисала Пацинковскую Ларису Евгеньевну. Добрый вечер, дорогие друзья! Мне бы была огромная честь приветствовать вас на открытии четвертого международного конкурса ансамбля народной музыки и исполнителей на народных инструментах очарования струн певучих. В первую очередь хочу всех поблагодарить, всех тех, кто приехал к нам на наш большой форум и всех тех, кто его организовал и долгое время трудился. Вы сами прекрасно знаете, что 4 дня, которые так быстро пролетят, на самом деле это многие месяцы работы по организации. Я сегодня вас буду приветствовать не только от своего имени, а от имени нашей большой школы, детской музыкальной школы номер один имени Синисала, но также от имени Управления культуры, администрации Петрозаводского городского округа. Несколько слов о нашем замечательном проекте. На самом деле он берет свою историю с 99-го года, проводится уже в 13-й раз, и, как сказали ведущие, вот уже 15 лет фестиваль исходит с нашей замечательной сцены. Все эти годы, на мой взгляд, он стал индикатором развития детского музыкального образования и исполнительства на народных инструментах. И всегда этот вектор развития был в сторону большей профессиональной ориентации, в сторону от развлекательного, от развлекательного, более профессионального. Фестиваль шагал от статуса к статусу. Мы начали с городского и теперь уже международные. Мы двигались, в разных формах работал фестиваль, начался фестивалем, потом был фестиваль конкурсом, и, наконец, мы пришли к самой сложной, самой строгой форме, в форме, мы теперь проводим конкурс. Понятно, что за успешностью любого большого проекта стоит яркая и талантливая личность. Я с ней рада вас познакомить, многие вы знаете. Автор идеи, руководитель проекта, бессменный организатор, заслуженный работник культуры Республики Карелия, преподаватель по классу балалайки Наталья Леонидовна Первененок. Давайте я вам приветствую. Наталья Леонидовна, хочу всем выступать к теме, сказать большое спасибо вам и, конечно, вашей команде. Понятно, что это труд ни одного дня и ни одних рук. Немножко символично, что мы открываем наш большой конкурс 25 марта 2014 года. Но вы сейчас мне поможете, подскажете, почему символично. Во-первых, 2014 год объявлен в России годом культуры. Да, абсолютно верно. А теперь подскажите мне, что же такое для нас 25 марта. Правильно, молодцы, ребята. 25 марта наш с вами профессиональный праздник, День работников культуры. Так вот, поздравляю вас всех с тройным праздником, Днем культуры, ой, годом культуры, Днем работников культуры и открытием нашего замечательного конкурса. Проекту желаю долгих лет жизни, зрителям ярких впечатлений, нашим замечательным конкурсантам успешности. В Добрый путь! А на сцене в Холм-студии Арт-Фордж Карельский танец Хумахус А на сцене в Холм-студии Арт-Фордж А на сцене в Холм-студии Арт-Фордж КОНЕЦ 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 Торжественное открытие — это продолжение работы «Очарование струн певучих». Сегодня днем уже состоялись первые конкурсные прослушивания, подтвердившие серьезность заявок и высокий уровень мастерства участников. Мы очень рады, что на международный конкурс «Очарование струн певучих» приезжают как постоянные, так и новые участники, укрепляя профессиональный статус конкурса. Развивается и наше очарование. В этом году «Очарование струн певучих» проводится в статусе конкурса без фестивальной программы. Как и полагается на конкурсе, выступления молодых музыкантов оценивают не только радушные зрители, но и взыскательные жюри. И мы с удовольствием представляем вам членов жюри нашего конкурса. Ректор Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. Профессор, заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист Республики Карелия Владимир Александрович Соловьев. Профессор Воронежской артемии искусств, заслуженный деятель искусств России Иван Викторович Иншаков. Руководитель и солист Оркестра Русских Народных Инструментов в Хельсинки. Солист, преподаватель класса «Домары» Пенти Юрия Найне. На протяжении многих лет жюри международного конкурса «Очарование струн певучих» традиционно возглавляет профессор, заведующий кафедрой народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Андрей Александрович Горбачев. Для приветственного слова участникам конкурса «От имени жюри» мы приглашаем на сцену Владимира Александровича Соловьева. Я сегодня как с корабля на бал. Я только приехал буквально с поезд два часа назад и был председателем жюри областного и межрегионального конкурса «Использование народных инструментов» в городе Волод. Эти два города – Архангельск и Волод – действительно уникальные города, уникальные области. Там представлены огромные корейские ученики. Я во многих городах был на конкурсах. В Центральной России, конечно, Белобородовский конкурс, это мне очень важно, потому что я сам дуляк, Петропавловский ассамблея в Питере, другие города, из-за Украшемы, так сказать. Вот эти две области представляют огромное количество участников, учащихся. Вот в данном случае в Вологодской области было представлено 300 участников. Можете себе представить? Вот такая огромнейшая область. Как говорят, Волод – это вторая Франция. Также огромное количество участников и в Архангельской области. И мне что-то удивляет, было представлено 13 оркестров народных инструментов. Можете себе представить? В области существуют вот такие оркестры. Помимо ансамблей, есть еще и оркестры. Но, естественно, выделяются такие города, как Великий Устьев, просто уникальнейший город, там просто великолепные педагоги. Тарного такая, Вологодская область, есть город, где тоже самые, так сказать, представлены великолепные, так сказать, исполнители прекрасные. Котлас, Архангельская область. Ну, что говорить об этих областях? Очень приятно видеть всех вас здесь, в этом уютном небольшом концертном зале, когда это здание называлось Артемийским райкомом партии. В свое время, это 90-й год, в 91-м году, это здание передали детской музыкальной школе номер один. И мы действительно рады приветствовать всех вас в этой детской музыкальной школе. Действительно приятно здесь присутствовать. Несмотря на то, что здесь, конечно, может быть, не стоит прекрасная акустика, но как бы там ни было, мы говорим на то, что организатор конкурса является детской музыкальной школой. Сегодня говорили уже о Наталье Арьевне Перевенене, которая является непосредственным организатором этого конкурса. Единственный, можно сказать, человек, который поднял на себе вот этот конкурс, и конкурс становится популярным уже. Смотрите, уже сегодня, можно говорить, 15 лет, да, это почти юбилейная дата этого конкурса. Сегодня же говорили, что он был там районный, городской, всероссийский, а теперь уже и международный конкурс. И конкурс, я думаю, что будет продолжать расти, и авторитетов конкурса будет продолжаться, наверное, расти так же. Несмотря на то, что у нас еще есть один конкурс, который мы проводим, и, наверное, еще год мы его обязательно будем проводить, это уже по счету шестой, будет международный конкурс, конкурс имени Альвина Репникова из Балкина народных инструментов. Ну, можно сказать, сегодня таким образом, что этот конкурс готовый к Кубу Ксивера. Многие знают этот популярный конкурс, мы являлись организаторами этого конкурса. Очень значимый был конкурс. Вот, к сожалению, финансовая или экономическая ситуация Балакотская область не позволила дальше проводить этот конкурс. Мы провели его шесть раз, и вот, кстати, он последний конкурс был в 2006 году, и он ушел как-то непротивирован. Ну, вот у меня просто решение было такое, чтобы перенести все условия конкурса именно к нам в Петрозаводск. Ну, приятно, то, что город Петрозаводск, славный город, четыре театра, один из них музыкальный театр, все ступени образования, школы, училища, вуз, аспирантуры, все здесь есть. Когда этот город и Карелия славился, была 16-я Карелло-Финская республика, давно-давно-давно. И здесь сохранилась вот эта культура, сохранились все союзы, союз композиторов, союз писателей, союз художников. То есть, действительно, филармония, которая имеет симфонический оркестр, прекрасный оркестр народных инструментов. Буквально недавно, 18 или, не помню, 19 марта, мы провели первый конкурс, можно сказать, все-российский конкурс дирижеров оркестра народных инструментов. Нигде это не проводится, не проводилось, вероятно, или проводилось очень редко. И мы решили провести этот конкурс для юниоров, то есть учащихся в музыкальных колледжах или музыкальных училищ. Наверное, это необходимо, тоже нужно поддерживать таких специалистов, которые действительно сейчас меняются образовательные стандарты, и нам нужны, просто крайне нужны руководители народных оркестров. Вот этот конкурс как бы будет способствовать продвижению этой специальности и в будущем. Ну, а сегодня я хочу просто поздравить всех участников конкурса, пожелать им успешных выступлений. Само участие, лауреаты, дипломаты, или просто, может быть, ничто получили, просто грамоты, это уже участие, это уже прекрасно, потому что для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно действительно потратить много-много времени для того, чтобы готовиться к этому конкурсу. А когда готовишься, растешь. Это очень важно для нас, исполнителей, для нас, педагогов, потому что нам очень важно видеть свою перспективу, видеть свою стратегию развития народных инструментов. Вы понимаете, что мы благодарны тому времени, когда мы сами воспитывались, времени 50-х, 60-х годов, когда был расцвет исполнительского, композиторского творчества, методического, какого года. То есть, это действительно годы, я называю все время Серебряным веком. Они дали, вот послевоенные годы, дали толчок к развитию нашим народным инструментам. Несмотря на все сложности, которые сейчас уже, оно бежит 20-го, сейчас уже в 21-м веке, конечно, то есть огромные трудности, экономические трудности, трудности области культуры. Несмотря на то, что это год культуры, и сегодня 25-е марта, как бы год культуры, вы понимаете, мы-то думаем о том, что культура должна развиваться ежегодно, постоянно, а не только вот культуры в 14-м году, а потом в 15-м, и он больше не будет. Нет, культура должна быть постоянной, культура должна двигать вообще все наше государство, потому что все прекрасно понимают, многое зависит от интеллигенции, многое зависит от нашей культуры. Поэтому еще раз поздравляю всех участников сегодняшнего конкурса с этим праздником. Действительно, очень приятные названия, очарование стронки и мучи, поэтичные названия. Я думаю, что это придумали действительно прекрасно, и мне очень нравится это название. Думаю, что этот конкурс будет расширяться, участников будет, скажем, разом больше. И мне очень приятно сегодня видеть всех участников здесь, не только из России, но и из других регионов, бывшего Советского Союза, и вот так же из Финляндии. Ну, в добрый путь! Одна из главных задач конкурса – выявление юных, талантливых музыкантов, исполнителей на русских народных инструментах. Возможно, кто-то из сегодняшних участников конкурса свяжет свою будущую профессию с музыкой, продолжив свое музыкальное образование в колледже и консерватории. И сегодня у нас в гостях студенты Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. Феликс Мендельсон, «Песня за прялка», исполняет лауреат Всероссийского и Международного конкурсов Николай Истомин, класс доцентра, доцента Андрея Викторовича Дикоева. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Альбина Репников. Капричио. Исполняет лауреат международных конкурсов Ольга Билицина. Класс профессора Наталья Петровна Клименко. Концертмистер Нейли Зуденкова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Стоящий солист, лауреат международных конкурсов, в том числе обладатель первой премии второго международного конкурса фестиваля «Очарование структ-певучих» Николай Баздеев. Класс профессора Владимира Александровича Соловьева. Вячеслав Семенов. Соната номер один. Финал. Вячеслав Семенов. 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 История развития очарования струн певучих в нашей школе имеет давние корни. И мы подготовили небольшой рассказ о главных событиях в истории нашего конкурса и об особенностях сегодняшнего очарования. Прошу внимания на экран. Проект очарования струн певучих ведет свою историю с 1999 года, когда детская музыкальная школа номер один пригласила на фестиваль детские коллективы города Петрозаводска и любителей народной музыки. А уже в следующем, в 2000 году, в концерте приняли участие не только детские, но и взрослые профессиональные коллективы Скайларк, Экспромт, Кижи, Музыкальная шкатулка, Голоса России. В 2007 году проект открытого республиканского фестиваля ансамблей народной музыки и народных инструментов очарования струн певучих получил грант в республиканском конкурсе проектов «Национальная палитра Карелии». С 2008 года проект выходит в статусе международный конкурс-фестиваль. Проводится он теперь раз в два года в детской музыкальной школе номер один имени Сини Сала. За эти годы расширился диапазон программы конкурса. Появились номинации «Ансамбли», «Солисты», «Открытый урок преподавателя». В этом году в номинации «Солисты» заявлены более ста участников. В номинации «Ансамблю» 25 коллективов. По-прежнему остается востребованная категория преподавателей, открытая в прошлом очаровании. Появились и другие формы конкурсной программы. Речь идет о новой номинации «Открытый урок преподавателя», предполагающей заочное участие в видеозаписи. Международный конкурс очарований струн певучих растет и расширяет свои границы. Первыми международными участниками стали гости из Беларуси и Латвии. Очарование принимало гости из Украины и Австрии, Дальнего Востока, Амурской и Тюменской областей и, конечно, из городов северо-западного региона. Участниками конкурса в 2014 году станут юные исполнители из Сахалина, Новосибирска, Узбекистана, Калининграда, Витебска, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, а также талантливое молодое поколение нашей республики. Палитра народных инструментов весьма разнообразна. Аккордеон, балалайка, баян, кусли, гитара, домара, кантри, руба, цимбалы. Конкурсные прослушивания очарования струн певучих продлятся 4 дня и завершатся в пятницу, 28 марта, гала-концерта. Ну а мы продолжаем торжественное открытие международного конкурса ансамблей народной музыки и исполнителей на народных инструментах очарования струн певучих. У нас в гостях друзья нашей школы, известные петрозаводские музыканты Александр Леонов и Ольга Гайдамак. Наши гости предоставляют единственный в своем роде этнопроект – Yerga Sound System, основой музыки которого являются песни русского севера. Итак, приглашаем музыкантов на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Первая песня, которая прозвучилась сегодня для вас, это «Зачем любили нас от пола?» Под инструменты после. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА